А сегодня у нас распаковка таких прикольных и интересных ароматов, очень недорогих, на основе уда. Ставьте лайк, поехали! Всем привет! С вами канал Училка Физкультуры в Эмиратах и с вами Училка Эй Наташа. И сегодня у нас такой обзор на очень недорогую парфюмерию, очень недорогие уды. Мы вам покажем распаковочку, которую мы сделали дома и расскажем про цены и вообще про запахи именно этих удов. Сейчас мы просто ждем от вас лайка и перемещаемся к нам домой на распаковочку, ну чтобы не шуршать вам здесь. Поехали! Народ, всем привет! Вот у нас два удика заказали, представляете красота какая! Вот стоит 7 долларов. Это я выбрала, потому что цена была 7 долларов. Я сказала хочу, давай на обзорчик. Называется Pure Ud, настоящий уд. Наташа выбрала вот за 8 долларов. Смотрите, голограммка поразила. Вообще как бы, ну сейчас вот беспокоимся, чтобы вся цена в голограммку не ушла. Сейчас при вас распакуем, просто хотим его сегодня понюхать и вот сказать вам сразу уже наше мнение о запахе. И распаковочку проведем, как обычно, на свежей территории, в зеленом отеле. Вот сейчас будем распаковывать, а пока вот полюбуйтесь просто на коробочке. Итак, вскрываемся сейчас. Смотрите, какое, да, глеблочка, картончик. Ну вот картон хороший, хороший твердый картон. К картону претензий нет. Давайте, то что Наташа выбрала, сейчас откроем. Ох, какая бутылочка шикарная, уже, 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 уже нравится. Коробочку откладываю. Какие-то узорчики здесь, крышка красивая. А ну-ка, ох, вязь арабская. Арабская вязь. Название аромата написано. Ой, какая весюлечка, смотрите, класс, уже нравится. Посмотрите, как Наташа всегда умеет выбирать вот наугад. Посмотрите, это же за 8 долларов такой сувенир. И брендированная, я люблю брендированная, не крышечка, а как вот под крышечкой. В общем, брендированная штучка. Ну, интересен запах, он за 8 долларов, очень четко. Откроем меня. Сейчас я, наверное, какой-то Г выбрала, извиняюсь. Надеюсь, что нет. Мы тут уже вскрыли крышечку. Ох, ты-ты-ты. Смотрите, мало того, что к картону претензий нет, тут 2-2-2-2 чего-то. Давайте сначала посмотрим. Ну, красиво. Ну, красиво я выбрала. Вообще отлично. Смотрите, Pure Udi написано. Красивые узоры, арабская вязь. И знаете еще, почему я взяла? Вот тут сам Удик лежит. И у нас есть похожая бутылочка, аромат от Ибрагима Эль Кураж. Тоже бы интересно было сравнить. Ну, красиво, красиво. И теперь достаем дезодорантик отсюда-то. Смотрите. Вот так вам. За 7 долларов, вообще-то, 2 аромата, 2 подарочка. Честно, вот не терпится уже понюхать и рассказать вам запахи. Ну, отлично, все. Идем теперь на распаковочку. Ну, вот мы и вернулись. Мы распаковали, мы вам показали, как оно выглядит. И почему мы не сразу вам сказали запахи, потому что это Уд. Действительно, нужно с ними походить, надо его понюхать. Еще раз напоминаю, вот этот вот стоил 8, а этот 7. И здесь 2, дезодорант и Уд. Да, 8 долларов и 7 долларов. Ни гривны, ни дирхама. Вот, так что передаю слово распаковку Наташе, потому что все-таки она у нас, как она говорит, я не специалист, я не мастер, не называй меня так. Ну, вот, я считаю, что она очень много знает по парфюмерии, поэтому передаю слово мастеру этого канала по парфюмерии. Начнем с этого, да? Да, давай. Пьюр Уди, чистый Уди. Пьюр Уди, действительно, эти вот такой... Да, мы помним, да, что здесь у нас идет за 8, за 7 долларов. За 7 долларов. За 7 долларов. По подаркам. Аж дезодорант. И красивенный флакон. А дай коробочку еще покажу. К сожалению, я вот в прошлый раз не обратила внимания, здесь тоже есть этот... Голограмма. Голограммочка тоже есть. Ну, я коробочку убираю пока. Так, дезодорант и сам парфюм пахнут практически одинаково. Ну, в принципе, одинаково. Значит, убираем дезодорант. Пьюр Уди, он же Халис Уд. Да, вы знаете, так... Халис, наверное, на арабском это... Скажу сразу, для меня запах был нормальный, я удивилась. Я брызнула, и дезодорант нормальный. Даже на себе могу его носить. Уд. Вот я, которая бегает всех продавцов в моллах, прошу, чтобы они на меня не брызгали. Даже бесплатно в целях рекламы. Ну, и, соответственно, это тоже очень легкий. Можно я набрызгаю? Да, можно, можно. У нас сейчас новое подручное средство, спонжики. Да, мы решили, что салфетки очень сильно пахнут бумагой. Отходи сейчас. Ой. Раз, два, три. Можешь мне не давать, я уже чувствую. Раз, два, три. Значит, хочу обратить внимание, я не знаю, покажет камера или нет. Он красится. Он желтый немножко, поэтому, если вы будете брать этот парфюм, то аккуратно держи. То есть надо не на белую одежду? Ну, с близкого расстояния точно нет. У него есть, не знаю из-за чего, но там немножко окрашивания. Я хочу сказать, что это для меня немного сладкий аромат. Древесный, удовость есть. Корица. Корица чувствуется? Я не знаю, корица это или кассия, как вот, знаете. А это у меня почувствовалось кока-кола. А кока-кола это корица с чем-то, да? С ванилью, по-моему, нет? Нет, ну почему? Кока-кола это есть кока-кола. Из коки делается. Как-то запах делается. Нет, ванили тут нет, но здесь вот есть... Я чувствую, в принципе, древесность, сказать уд не уд это, я чувствую древесность и немного корицы. И, в принципе, эта корица, она и остается, потому что, ну, это не прямо аромат-аромат корицы. Действительно, это... Мне приятно, честно. Честно, на 7 долларов бутылочка и дейзи... На 7 долларов приятно. Я до сих пор в шоке. Я же просто говорю, я захотела его заказать просто на обзор. Потому что я его делать с ценой Наташи не хотела. Говорит, мы уже берем один уд. И говорю, ну, давай возьмем, сравним их, будет интересное видео. Ребята, ну, сейчас смотрите. То есть, в меру сладковатый, в меру древесно-удовый, в меру... Вот эти вот палочки удовые лежат. Корица. А производитель о них пишет, значит, уд, корица и мускатный орех. Это топ ноты. У меня кока-колой пахнет. Что такое? Да, кока-колой. Ну, ноты сердца. Это жасмин и сандаловое дерево. Я мимо не чувствую. И базовые ноты это мускус, ваниль, вот ваниль, гуаяковое дерево, амбра и сидар. Сидар? Сидарвуд. Кедр. Ну да. И кедр. Да. Ты этому уже сказала уже кедр? Нет, кедра не было. Было сандаловое дерево, агаровое дерево. Он же Гоша, он же Жора. То есть я чувствую очень спокойную сладость. Реально спокойно. Действительно, древесные ноты и ноты коричные. Коричные? Коричные? Коричные. Коричные ноты. Ну, это классно. Это все спокойно. Это все не играет на одной ноте. Действительно, оно развивается. Стойкость. Я набрызгала на спонжик, и он лежал где-то двое суток, и он пах. Ну, если по стойкости. По шлейфовости я не могу сказать, на самом деле. Я не думаю, что он шлейфовый. Когда ты набрызгалась дома, или там... Не было и большого шлейфа. Мне было бы плохо, реально. Да? А мы дома попробовали все эти триуда, дезодорант, один, второй, и было нормально. Но еще раз я повторюсь, до тех пор в шоке, за 7 долларов коробочка с голограммом. Мне кажется, о нем нельзя сказать, что он близко к телу. То есть, это вот не так. Он немножко шлейфит, конечно, есть в нем шлейфовость. Он не развалился со временем. То есть, что я имею в виду под развалился, это значит, он вот здесь он был хорош-хорош-хорош, а потом как вылез какой-то монстр, с которым хочется просто бежать в ванную, который тебя душит, который ушел в ужасную химию, вот это я называю развалился. Здесь такового нет, вообще нет. Он приятен, он прекрасен. За свои деньги, я даже могу сказать слово, что он прекрасен. Вот очевидно, действительно. За 7 долларов. Прекрасная упаковка. Купили себе и два сувенира уже, распаковали, кому-то одно, кому-то второе. Прекрасная крышка, то есть ничего не ломается, ничего не... Да, проломается мы попозже. Проломается, сейчас попозже расскажем. То есть мне нравится. Класс, пускай полежит. Так, теперь расскажем о Рояд Алю, то есть два Уда. 8 долларов, на доллар больше. Тут уже сюрпризов не было, здесь идет один аромат. Да, мы вам показали и висюшечки, и коробочку. Давай я коробочку уберу. Коробочку в сторону. Тут ветер свищет. Классная такая... Такая, такой флакон, да. Слома напоминает немножко коньячный, скорее всего, какое-то у меня восприятие. Со всякими вязями, брендированной под крышечкой, чекрышечкой. Ну, вот это, конечно, штучка. Зачем? Ну, неважно. Классная крышка, прикольная. Что могу сказать об аромате? Аромат тоже с долей нечто древесного. Я между... Колеблюсь, знаете, чем он мне пахнет? Между... Как он называется? Узвар делают из чего? Груша, слива, сухофруктов. Из сухофруктов. Вот когда узвар... Вот нечто подобное, аромат узвара... Ну, давай ты мне набрызгаешь, я тоже посмотрю. Потому что я уже его так подзабыла. Но, опять-таки, эти два уда, недорогие уда, они для меня не противны абсолютно. А ну, давай посмотрим, как оно брызгает. Так, хорошо, три, да? Брызгает хорошо. А, здесь этого деревца нету, кстати. Вот здесь ничего не лежит такого. На, пожалуйста, тебе. Значит, что-то между узваром... Это одна сторона. Даже пока понять не могу. А вторая сторона мне пахнет, это... А мне с шипровыми чуть-чуть. С шипровыми. А мне пахнет нечто средство для... Небольшим таким одеколончиком. После... Брития. Мужские средства после брития. Может, может, да. Жилет. Жилет и невея. Нечто вот смешать. Это нечто похожее вот на мужской автошейф какой-то. Пока первую уберу. Ну, но... Ну, да, что-то такое вот описало. И он как-то вот балансирует между сухофруктом. Причем это... О, чернослив. Действительно. Вот чернослив, сушеная слива. Вот именно он, доминанта. Но она разбавленная. Почему мне так пахнет? Ну, потом какие-то нотки еще приятного, цветочного чего-то. А что пишет товарищи в телефоне? Товарищ в телефоне, что сайт говорит. Так, что же о нем? Топовые ноты. Бергамот, тамаринт, нироли. Бергамот не заметила. Ноты сердца. Кардамон. Пряные ноты. Может, и есть что-то пряное, кстати. Ну, пряность есть, вот действительно. Пряность с черносливом. Ну, почему-то мне эта пряность отдает вот в эти автошейвы. Почему, я не знаю. Теперь мне кажется, что он легче, чем вот этот. Хотя дома мне казалось, что он как-то немножко... Он не строже, у него что ли стойкость больше, шлейфовость. То есть он пах, он пах насыщенней, вот скажу тебе так, дома. А сейчас, или вот мы в открытом пространстве, оно как-ли все разлетелось, или не знаю. Вот и базовые ноты, здесь заканчивается кедровое дерево, патчули, ветивер и мускус. Мускус, возможно. Ну, мускус, да. Патчули все никак не могу угадать. Но опять-таки, снова, как сувенир, просто офигенный. Что первый, что второй, что дезодорант. Дезодорант мы не показываем, потому что запах такой живой. Ну, идентичный, в принципе, запах. Кстати, я с удовольствием пару дней после этого образовалась дезодорант на футболку. Вот, опять же, по поводу этого аромата. Он не развалился. Извините за спонжики. Ушки. Значит, он не развалился. Он не ушел в химию. Его не хотелось смыть, не бежать, никуда не умигать. Он не оставляет след, кстати, да? Да, кстати. Он не оставляет след, в отличие от этого. Ну, подожди, а второй спонжик. Ну, вот если, конечно, слечать, слечать, но лучше не рисковать. Конечно, лучше... То есть на белое не брызгайте вот этим вот. На тело, да. Действительно, вот этот лучше на белое. Лучше как-то, да, какое-то распыление. Этот такого эффекта не дал окраски. Он прекрасен. За свою цену, это действительно, сколько мы нюхали вот масс-маркетов, которые представлены у нас, ну, в принципе, в обыкновенном магазинчике возле дома, в большом суперцентре, где продаются, ну, в гипер... Как там называется? В моле, да? То на полках стоят такие, ну, 30 дирхам, там, максимум 40 дирхам. То есть, в принципе, они неприятно пахнут, они пахнут сладостью, они пахнут как-то вызывающе, они химически... Начинают укачивать и тошнить. Я не скажу за все, так нельзя сказать. Это надо иметь жизнь, чтобы это все перенюхать, и то той жизни не хватит. Но Латафа – это действительно достойный бюджетный бренд. Значит, отдавай историю. Я нашла сайт, их сайт, там, конечно, он оформлен сам по себе, наполняемость. Есть, конечно, у меня вопросы к нему. Почему вопросы есть? Нет цен, ну, ладно, они не продают этого. Нет информации о том, где можно купить, с кем они работают, кто дистрибьюторы, где... Вот нету этой информации совершенно. Далее у многих ароматов нет описания нот. Вот нет и нет. Кто-то у кого-то есть... На угад реально. Непонятно, как это понимать. Мне понравилась вот сама заставка, там здесь красивое, очень такое впечатление, что лепесток ириса, как 3D, и он темно-такого синего-черного цвета переливается. Нет-нет-нет, это именно, наверное, название бренда. Тюльпанчик калаграмки. Вот к этому сайту. Что на сайте написано? Конечно, там громкая надпись. Это лучшая арабская парфюмерия. Дам вам спойлер. У нас будет видео после этого видео. Оно будет называться разоблачение. А вот чего и кого? Лучшая арабская парфюмерия. Простите, тут немного жарко, поэтому... Знаете попозже. Но насчет разоблачений еще одно. Мы не просто взяли сегодня уды, два уда. У нас было прекрасное видео об ароматах Ибрагима Аль Кураши. Смотрите по ссылочке в описании. Магазин классный, ароматы достойные. Но есть одно но. Мы хотим сравнить еще один третий уд от Ибрагима Аль Кураши. Ну, сравнить как? Сравнить даже в том плане, почему, мне кажется, Оль, ты взяла вот этот аромат. Почему она... Вот, видите, из-за этих... Да, древесных штучек, которые там лежат. Это очень так умильно смотрится и очень в тему, как бы круто. Ну, конечно же, у Ибрагима Аль Кураши этот 41 доллар стоит, да, получается? Вот это стоит 41 доллар. А это 7 долларов. Понятно, там деревца получше. Но есть еще но. Я вам скажу, мои дорогие друзья. Крышечку покажи, как оно. Есть одно но. Если здесь крышечка открывается хорошо, и, в принципе, ей позволено быть фиговой за 7 долларов, то здесь мы спонжики потом соберем, сейчас нам обещаем. То посмотрите, что я и тогда говорила. Помните, как я открывала? Посмотрите, пожалуйста, видео. Теперь, па-бам! То есть... Эта штучка просто сломалась. Это за вальцовка, которая должна... За 41 доллар, и еще вам напомню, что это было 50% скидка. Смотрите, что творится. Даже вот этот пульверизатор слетает. За 82 доллара. За 82, ребята, оно того не стоит. Я не могу вам сказать, что он плохой аромат. Но 82 это просто дорого. 82 доллара, честно, не стоит. Но я хочу его все равно нанести. Ты будешь нюхать его? Ну, я понюхаю, напомню, что он был такой, наверное, построже. Сейчас он будет работать или нет. Сейчас нюхаем Ибрагима. То есть аромат за 41 доллар. Он не пачкается. Или за 82. Он не пачкается, кстати. Но он вкусный, слушайте. Сейчас леденцом пахнет. А тебе все-таки леденцом? Нет, мне, по-моему, лимонадом в прошлый раз пах... Развето? А-ля сало, нет. А-ля сало мне пахнет. А ты говорила про него, что леденец. Ты тогда сказала, что леденец. Да, продолжает пахнуть леденцом, но я бы его на себя не одевала, потому что реально пахнет леденцом. То есть я прихожу в гости, пахну леденцом, или на тренировку, или в школу. А теперь я скажу, чем он пахнет для меня. Чупа-чупсом, а пахнуть не хочу. Он мне пахнет нафталином. Только не смейтесь. Но нафталин, вы помните этот запах нафталина? Ужасный. Нет, когда заходишь в отеле Турции, помню, наклоняешься, чтобы помыть руки, там лежат эти кубики, не кубики, а кружочки нафталина. А в Турции тоже лежат? Как мне тошнить начинало, помню. Ой, они по всей Азии лежат. Они все вот в мобальниках. Они так моют, что у меня аж тышнить начинало. Да, они во всей Азии, где я пью, такие вот духи, теряю, не будешь пользоваться. Нет, в самом-то деле, что нафталин, это, по моему мнению, одну вонь забивает, другой вонь, и вот так вот в канализации, когда отсутствие канализации, и вот не бросают туда, так спасаясь, запах, да? Запах запахом перебивают. Но здесь я не могу от этой мысли уйти, что это такое нежнейшее, но это нафталин. Я в себе в шоке вообще от себя, от своего писания. Я не знаю, что пахнет. И это, вы знаете, на грани нежнейшего нафталина. Нежнейший нафталина? Ну, я не знаю, но действительно, мне так пахнет, я не виновата. Это приятно. Но и сушеные, пересушеные корки апельсина. Ну, может, что-то есть такое, но у меня же такой хороший леденец такой, когда ты разворачиваешь конфетку, театральное в детстве, знаешь, там такой леденец был, желтый, прозрачный, вкусный. 5 копеек килограмм стоил, по-моему. Ну, он классный, он тоже как бы как аромат, он приятен. Но вот это, конечно, то, что оформление... Это может, конечно, случиться и с дорогим парфюмом, но знаете, когда... Я считаю, что если брать полную стомость 82, то можно сидеть к дорогим парфюмам. 82 это дорого. Это дорого. Но хочу обратить ваше внимание, если заметно, вот сами эти палочки... Деревца, палочки, они такие... Они ровненькие здесь. Они ровные. Они почиканы ровно. А вот за 7 долларов, я сейчас покажу, там такое что-то вот сказать такое... Ну, обрубочки побитые такие. Ну, ребят, 7 долларов, простите. И запах... Ну, опять же, я не знаю, то ли это какой-то арабский прикол, то ли, как это можно сказать, что вот класть эти палочки. Кто начал первым? Ну, здесь нету, да. Ну, здесь нету, но это, кстати, я еще видела... Ну, кто начал первым, это такое себе. Я еще видела... Явно не латаха. У кого? У Абдул-Салям Аль-Курайши, который мы не дошли к нему. Обязательно постараемся. У него тоже есть аромат, тоже как-то вот называется, и тоже там вот эти... Агаровое дерево там плещется в этих водах, янтарно-медовых водах, удового аромата. Вот такой прикол, товарищи. Ну, вот такие у нас сегодня обзорочные уды. Наверное, вам понравилось, потому что... Мне самой понравилось нюхать уды. Подожди, я извиняюсь. Что, да? Ну, конечно, очень важная информация. Но то, что, опять же, на сайте о вот этой латафе написано, да, они начали о себе заявлять еще в 80-х годах прошлого века. Но потом они подумали-подумали, в 2012 году решили развернуться по полной, как они пишут. Ну, же деньги появились. И вот, наверное, стартанули так, что оно и продается и в Германии, и везде. Мы расскажем вам попозже об этом, про Германию и про все остальное в нашем видео про разоблачение. Наташа уже вам проспойлернула, про что будет разоблачение. Но это будет сильно интересно, и, поверьте, вы удивитесь так до невозможности. Поэтому комментируйте, ставьте лайки, подписывайтесь. Всегда для вас. Всегда ходим, находим что-то интересное, новенькое. Канал Училка физкультуры в Эмиратах. Наташа, всем пока, всем хорошей погоды. Спасибо.